Всем привет, с вами Фил, и сегодня мы послушаем басовую педаль Crybaby от Dunlop, модель 105Q. Давайте сразу разберёмся, что из себя представляет эта педаль, и почему для бас-гитар не подходят обычные гитарные Crybaby. Дело в том, что многие бас-гитаристы, которые эти обычные гитарные Crybaby использовали с басом, оставались, как правило, недовольны в целом звучанием баса, которое было бедновато на низкие частоты. И, учитывая все их пожелания, автор-разработчик этой педали создал новую схему, и теперь эта педаль, сделанная специально для бас-гитары, представляет из себя, скорее, огибающий фильтр с ножным управлением, который оставляет в сохранности все низкие частоты и делает тембр более густым, но при этом эффект квака ярко выражен и остаётся на месте. Продолжение следует... Эта педаль имеет две неоспоримые крутые полезные фишки. Первая — это две ручки, которыми можно подстраивать громкость эффекта и остроту резонанса, а также автоматический таймер отключения педали при возвращении педали в исходное положение. И время между возвращением педали в это исходное положение и автоматическим отключением эффекта можно подстраивать вручную. Звучит музыка При выкручивании ручки Q в максимальное положение эффект от звучания педали очень резкий, яркий и пробивной. А при нахождении в минимальном положении педаль превращается в подобие ручки тона, вроде той, которая находится у вас на инструменте, только той, которую вы можете управлять с помощью ноги. А запас громкости с помощью дополнительного регулятора ручки громкости позволяет превратиться педали в подобие одновременно вместе с кваком еще и бустера, что очень удобно при использовании с перегрузом. Кстати, о перегрузах. Давайте послушаем, как наш квак звучит вместе с перегрузом от компании Yerasov, и он будет находиться у нас в цепи сразу после квака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...